здравствуйте меня зовут виталий жуавлев я являюсь педагогом младшей компьютерной академии и сегодня мы с вами поговорим о майстад что это такое и как с ним работать майстад является электронным дневником благодаря которому студенты степа эти академии могут получать информацию о своей успеваемости также могут получать домашние задания у своих учителей и загружать готовые домашние задания на проверку своему учителю также может получить информацию о своем расписании об оплате и так далее каждому студенту степа эти академии который поступает на обучение выдается логин и пароль от майстад зарегистрироваться на сайте майстад а самостоятельно не получится нет просто банально этой функции логин и пароль выдается только в учебном отделе после того как студент получает логин и пароль от майстад он соответственно переходит на сайт майстад 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 . эти ст.орг и соответственно авторизируется благодаря своему логину и паролю после чего он попадет на главную страницу майстад а где он увидит следующую информацию на главной странице он увидит общую информацию о своей успеваемости первое это рейтинг рейтинг что это такое да рейтинг успеваемости по сути да чем выше ваша успеваемость чем выше ваша позиция в рейтинге а тут есть два рейтинга это место в группе по успеваемости и место в потоке то есть среди параллельных групп до чуть правее из таблицы лидеров это по сути тоже система рейтинга до где соответственно тоже указано скажем так на какой позиции находится студент и как своей группе так и на потоке чем лучше ваша успеваемость тем выше ваша позиция дальше идут ваши награды тут показано за что вы получали кристаллики и коины кристаллики можно получать не только за награды как здесь написано но и во время урока за хорошую активность и работу до педагог может поставить кристаллик о наградах мы поговорим чуть позже дальше у вас идет успеваемость как видите да тут показано общая статистика ваших оценок за месяц или среди за год да за все или за все время вашего обучения и соответственно показывается среди средняя оценка также посещаемость за текущий месяц до показывается виде графика если вы будете опаздывать или пропускать уроки то соответственно тут будет все это отображаться дальше до ячейка домашние задания что здесь показывается тут показывается общее количество на выданных домашних заданий сколько находится на на выполнение сколько всего было проверено сколько на проверке и сколько всего было просрочено также появляется информация об оплате и соответственно появляется информация о назначенных экзаменов если таковые имеются на дальше чуть выше в самом начале вы увидите номер своей группы которая вам назначат учебная часть также вы увидите количество кристалликов количество коинов и количество бейджей об этом чуть попозже мы поговорим зачем это и как это можно использовать дальше наведяя мышку на меню она раскроется полностью и тут вы увидите все страницы майстата перейдя на страницу успеваемость мы увидим общую информацию о вашей успеваемости по домашним заданием до по оценкам за классную за классная за работа в классе до также оценки за по экзаменам по курсовым и так далее на все это отображается виде графиков потому что процессе обучения оценки будут разные да и соответственно будет вычитываться средняя оценка если оценки падают то изначально если вы получали одни 12 потом ваши оценки стали падать до потом это все выровняли и так далее все это будет показываться виде графика на где и соответственно благодаря своей этому графику вы можете отследить свою успеваемость на протяжении всего вашего обучения дальше у нас идут ваши награды тут довольно таки все просто при выполнении всех этих задач да вам будут добавляться дополнительные кристаллы и дополнительные бейджи кристаллы это отдельная тема потому что благодаря кристаллам вы можете совершать покупки в личном магазине майстата это довольно таки прикольно у майстата есть свой магазин со своими товарами но покупать что-либо можно там только благодаря заработанным кристаллам кристалла могут выдаваться в основном они выдаются во время урока за хорошую работу но можно получить еще дополнительные кристаллы пройдя вот эти задания к примеру вот это задание то есть 20 посещений подряд без опозданий то есть если вы 20 раз посетили урок подряд без опозданий то вам начисляются 25 кристаллов полностью заполнить профиль майстата это тоже задание но довольно таки специфическое почему потому что когда студент степа эти академии открывает первый раз майстат его раздел профиля пустой там нет ни фотографии ничего соответственно студент должен свой профиль заполнить там вас на загружается фотография также загружается контактная информация то есть это мобильный номер email и так далее также если у студента есть социальные сети он также может указать линк на свои профили всех или иных социальных сетях после заполнения профиля ему начислиться плюс пять кристаллов на и при выполнении всех этих заданий чем больше вы их выполнить чем больше кристаллов вам дадут до плюс приплюсовываете к этому кристаллы полученные за на во время урока да то есть на за протяжении всего курса вы можете собрать большое количество кристаллов и потом их обменять на какой-либо товар из магазина насчет магазиновым мы с вами еще поговорим дальше раздел домашние задания что это такое это один из основных разделов куда студент на протяжении всего своего обучения будут заходить чаще всего до с этой страницей они фактически будут знакомы очень близко на если можно так сказать это самая посещаемая страница и смотрите как же все таки выдаются домашние задания в моей статье когда педагог вам выдал домашние задания во время урока то она попадает в раздел домашние задания текущие да хорошо на выполнение каждого домашнего задания в среднем выдается 10 дней до педагог может сам решать какой срок на выполнение домашнего задания выдать студенту обычно в среднем это 10 дней но возможно меньше возможно больше нам педагог может дать это надо понимать вот дальше смотрите в самом начале когда мы наводим мышку на тут есть две иконки первая иконка это виде таких вот сообщений но если мы наводим мышку на него то мы увидим краткое описание домашнего задания да потом мы наведя мышку на значок info мы видим следующее информацию о данные краткую информацию о данной домашке то есть по какому предмету она была выдана какого числа была выдана и соответственно тема урока то есть общая тема до предмет точнее и тему урока и как у педагог был выдал данную домашку это скажем так информация о домашке то есть это краткое описание домашнее задание а это уже информация какого числа была она выдана и так далее дальше смотрите здесь есть при наведении мышки на домашнее задание появляются две стрелки первая стрелка это скачать назначенное задание что это значит при нажатии на нее мы скачиваем домашнее задание который выдал вам педагог на открыв его и ознакомившись вы на приступаете к выполнению к выполнению домашнего задания на когда домашнее задание было выполнено да и она уже готова к отправке вы берете и опять наводите мышку на домашнее задание и уже нажимаете на вторую стрелку который называется загрузить выполненное задание на но хочу обратить ваше внимание вот на что смотрите у нас появляется подсказка который говорит нам о том что максимальный размер файлы может составляет 99 мегабайт то есть если ваша домашка весит больше 90 99 мегабайт то она просто банально не загрузится майстат вызвать некую ошибку что твой давая домашка превысила лимит да и как бы нужно сократить да также в нажав на нее ребят да вот на эту стрелку мы переходим вот на эту на эту панель да что здесь делать ребят хочу обратить ваше внимание вот еще на что ребят у майстата есть такая вещь они майстата принимает файлы далеко не все да и в таких случаях если файл не соответствует тому типу который разрешает майстат загружать то майстата выдаст ошибку и у многих студентов за возникает вопрос а как не все таки эту домашку отправить майстат на проверку да в таком случае ребят он должен создать примеру вот это его домашнее задание этот файл является вашим домашним заданием этот файл примеру майстат не принимают такое возможно у него есть ограничение далеко не все файлы принимает и что вам делать создается дома zip-архив ребят давайте удалю и создам заново zip-архив ребят на это правая кнопка мыши new zip-архив до назову его к примеру дз примеру да и открою zip-архив после чего скину в его домашку файл с домашкой zip-архив тем самым его упаковав нажав ok и вот пожалуйста мы упаковали домашку то есть файл с домашкой zip-архив все как бы круто все весело и уже этот zip-архив мы можем загрузить в майстат на проверку то есть не вот этот а вот это уже zip-архив да и нажав на кнопку клик кликну здесь мы выбираем дз и и вот пожалуйста как бы все круто плюс данный метод вам может еще помочь тогда когда студенту надо отправить на проверку не один файл а несколько файлов такое тоже вполне возможно и студенты стопайте академии с этим довольно-таки часто сталкиваются до когда им нужно отправляется не один на несколько файлов и многие студенты спрашивают а как это как загрузить то ведь майстат принимает только один файл а у меня их несколько опять-таки создаете zip-архив и все файлы которые относятся к домашнего задания упаковываете таким же методом zip-архив и уже готовый zip-архив загружаете в качестве домашки педагог его скачает разархивирует и проверит вашу домашку также под дз да тут под домашка у нас есть комментарии комментарии является необязательным но если вам есть что добавить также смотрите ребят у нас есть следующее когда мы уже все загрузили до самый последний пункт у вас остается только указать время до сколько примерно вы потратили часов на выполнение данного домашнего задания опять-таки время может быть примерным не обязательно это делать прям вот точно вплоть до секунды до минуты так далее то есть к примеру вы потратили там пять часов до на выполнение данного домашнего задания до пять часов до окей все то есть вы указываете что я потратил пять часов примерно на выполнение данного домашнего задания и соответственно нажимаете на кнопку отправить как бы все домашкой является уже отправленной на проверку потом следующее она когда вы отправляете домашку на проверку она попадает в пункт на проверку вот здесь то есть эти те задания которые сейчас находятся на проверке у педагога если вы не успели в течение указанного срока выполнить домашнее задание то она попадает в пункт просроченные попал в пункт просроченные это не значит то что их не нужно выполнять до не выполнять их нужно но попав в этот список просрочно отображается красным цветом да это говорит о том что вам в срочном порядке придется выполнить эти домашние задания возможно даже педагог во время урока может к вам обратиться и поинтересоваться о том почему вы не смогли выполнить а то и то или иное домашнее задание во время да и когда все-таки вы его закрутите но учтите попал в пункт просроченные до сдать вы это на данная домашка до данное домашнее задание вы можете только в течение полугода да то есть просроченные домашнее задание можно дать только через полку в течение полугода если полугода проходит а вы все еще не сдали по какой-то причине просроченные домашнее задание то впоследствии по истечении полугода вы уже сдать не сможете никак да это уже будет считаться невозможным но опять-таки учтите это ребят после момента того как она попала в пункт просроченные у вас есть полгода на то чтобы ее сдать желательно сдать все домашки вовремя дальше у нас самый последний пункт это есть проверенные домашние задания да здесь у вас смотрите ребят то есть здесь у вас указано какую оценку вы получили за домашнее задание на принципе если вы хотите поинтересоваться по какой причине вам поставили к примеру 8 баллов то обычно педагоги оставляет комментарии комментарии можно найти наведя мышку на значок info да тут есть кабина комментарии от преподавателя здесь соответственно педагог объясняет вкратце почему он поставил ту или иную оценку да если ваш весь вы понимаете свою ошибку не можете исправить и соответственно получить оценку лучше да то ее можно пересдать примеру вы осознали его поняли свою ошибку да и вы хотите исправить оценку то просто наведите на значок info да и здесь в самом конце есть как бы такая вот link такая кнопка запрос на пересдачу но хочу отметить что пересдача стоит минус 2 коина то есть каждая пересдача у вас будет отнимать 2 коина пересдача то есть нажав на пересдачу тут принципе все то же самое что при загрузке домашнего задания то есть ничего такого нового здесь нет мы это уже проходили да но попав на пересдачу она соответственно перейдет в пункт на какого на проверке точнее будет на перед точнее будет попадет в пункт пересданы дальше с домашними заданиями мы разобрались идемте дальше учебные материалы смотрите учебные материалы тут находятся все скажем так учебный материал это некие такие книжки по каждому уроку которые вы прошли зачем они могут быть нужны в принципе но к примеру а по какой-то студия пока вы упаку это причине студент пропустил урок на там заболела еще что-то и он хочет посмотреть что он пропустил во время урока то есть он не пришел но ему интересно что проходили да и он хочет догнать группу до для этого может зайти учебные материалы и скачать учебные пособия по данному уроку да и тем самым ознакомившись с тем что он пропустил да это первый момент второй момент возможно такое что студент просто банально что-то забыл да для и соответственно хочет освежить себе память он может скачать учебный материал и соответственно заново его изучить да вот тут находятся все учебные материалы по всем урокам и предметам которые он прошел до надеюсь здесь все понятно дальше ребят раздел новости но здесь показываются новые все те новости которые относятся к стопа себе то есть ребят экзамены там допустим у вас на были назначены да или там перенесены то в разделе новости они могут отобразиться что для вашей группы были перенесены экзамены может отобразиться там какие-то мероприятия события и так далее то есть все это здесь можно прочитать до когда начинается каникулы обычно тоже в разделе новости сообщается что там с такого такого-то числа у вас начинаются каникулы тогда и тому подобное вот дальше оплата то есть пункт оплата это пункт страница которая показывает вам всю информацию об оплате который вы должны это совершить или уже совершили и так далее расписание в разделе расписание показывается по каким дням у вас есть домашнее задание и домашнее задание извиняюсь уроки до ваккин какого числа если вы нажмете соответственно на зелененькую да то есть то увидите да то есть выходит такое окошко и здесь вы видите какого числа какая тема время проведения аудитория в каком кабинете и кто будет педагог то есть тут вы получаете общую информацию о вашем расписании дальше отзывы довольно таки интересный пункт в том плане что педагоги обычно пишут отзывы о студентах такие некие филбек то есть обратный ответ от педагога которые которым он описывает успеваемость данного студента данная функция может быть полезна к примеру родителям студентов младшей компьютерной козеве некоторым родителям интересно мнение педагога о том как учиться их ребенок да и в разделе отзывы соответственно может зайти почитать на ответ о предпедагога о данном студенте дальше раздел профиль это личный профиль студента стп т академии до в моей статье там это обычный профиль принципе такой же допустим как в социальных сетях то есть там фотография личная информация ты имя фамилии отчество номер телефона email адрес проживания и так далее здесь указано по сути личная информация студенту до вопросы и ответы это такой некая справочная да по майстату вот контактная информация это общая контактная информация как можно связаться со стопой тяка зиме и есть также обращение к администрации если вам срочно по какой-то причине нужно связаться с администрацией примеру у вас проводится экзамен да но вы по какой-то причине не можете на и на него явиться вот и вам нужно сообщить администрации то что вы не сможете прийти на низами но не знаете как связаться с администрацией пожалуйста в майстат обращение администрации соответственно без проблем можете обратиться да и самый интересный один один из самых интересных пунктов это магазин как-то раз я говорил о том что студенты получает кристаллы и коими за хорошую успеваемость и за скажем так за микро всякие мероприятия смотрите кристаллы студент может потратить на товары товары постоянно обновляются у нас тут могут быть и наушники и мышки и майки с логотипами до стикера и так далее магазин постоянно обновляется до товара постоянно меняются и так далее как видите каждый товар стоит определенное количество кристаллов и коинов да если у вас достаточно кристаллов и коинов то вы можете соответственно нажать на кнопку купить да и заказ пойдет в администрацию после чего вы можете обратиться в администрацию назвав свое имя и фамилию получите от них товар да все которые вы купили эти товары вы не можете нигде купить кроме как в моей статье и это все не за деньги а за кристаллы которые вы заработали во время обучения стопайте академии на этом ребят уже все надеюсь все было ясно как с ним можно что такое мои статы как с ним можно было работать с вами был виталий жуавлев всем спасибо до свидания